Доверь свою жизнь Богу С этих слов начинается наш христианский путь Казалось бы, после того, как это сделал, можно расслабиться и просто наслаждаться жизнью Ведь теперь все контролирует Бог Ты спасен, идешь на небеса, все так просто Да, ты спасен, ты действительно идешь на небеса Но многое становится даже сложнее Появляются новые вопросы У меня теперь есть личное отношение с Богом Зачем тогда нужна церковь? И если церковь нужна, то какой она должна быть? Ведь многое изменилось в христианстве со времен книг и деяний Но это хорошо или плохо? Я несу ответственность только за свою духовную жизнь или за чью-то еще? Я свободен жить, как хочу или все-таки есть какие-то правила? Духовная власть – это вообще о чем? Может быть, стоит просто читать Библию и пытаться воспроизвести то, что там написано? Но некоторые отрывки порождают больше вопросов, чем ответов Похоже, все просто и не так просто одновременно Что ж, добро пожаловать в непростое, простое христианство Добрый вечер Добро пожаловать в непростое, простое христианство Я рад вас видеть, даже тех, кого я не вижу Но знаю, что вы где-то там Тоже рад видеть И сегодня мы поговорим о самой простой, наверное И самой сложной теме одновременно Мы поговорим о любви И та тема, о которой я хочу коснуться Она звучит вот таким вот, как всегда в этой серии Парадоксальным образом Любящий злой Бог Это для кого-то слово лишнее здесь злой Бог он любящий, мы все знаем то, что Бог любит Но я уверен, и я могу вас уверить в том, что есть очень много людей Для которых здесь лишнее слово Любящий Слово злой, это то, что должно остаться Злой Бог Бог допускает много несправедливости в мире Особенно, если эта несправедливость касается нас Бог допускает какие-то катастрофы Бог допускает то, что дети умирают А нечестивые правители живут долго и счастливо И много всякого зла происходит в мире И, конечно же, в этом виноват Бог Но, тем не менее, мы, как христиане Любим говорить о том, что Бог есть любовь Мы говорим о Боге любви Это наша главная проповедь И иногда это порождает проблемы еще другого рода Потому что пока человек за дверью церкви Мы ему говорим Заходи внутрь Ты узнаешь Бога, который есть любовь И потом, как только этот человек заходит внутрь Оказывается, что Богу не совсем прям как бы любовь Так, как мы представляли Иногда Бога это та любовь, которая Начинает тебя дисциплинировать Или та любовь, которая начинает вдруг тебе рассказывать Как тебе жить А мы не привыкли, что если меня любят Меня пытаются как-то, не знаю, менять Улучшать, мотивировать Иногда это, конечно, дело не в Боге Иногда, наверное, тема для многих людей звучит следующим образом Любящий Бог злые христиане Вот я уверен, что на эту тему вы бы многие сказали аминь Потому что каждый из вас, как минимум, знает любящего Бога И знает, как минимум, одного злого христианина Когда вы бывали в некоторых церквях Вы всегда, наверное, находили какого-то брата или сестру во Христе Дай им Бог здоровья Который, кто-то себя назначил там старшей по подсвечнику И она рассказывает, что свечку нужно зажигать только вот так Вот и ставить только вот так Потому что, если, не дай Боже, не под тем углом Или возле не того образа Это просто что-то страшное с тобой случится Вот, кто-то назначает себя старшим по этому ряду в церкви Вот если ты сядешь на этот стул На котором привык сидеть этот достопочтенный брат То ты весь гнев Божий на себе уже почувствуешь здесь Содом и Гоморра И суды Божьи над ними покажутся детским лепетом С другой стороны Есть христиане Я иногда, наверное, таким бываю Которые говорят о том, что Бог тебя любит Бог тебя любит Но ты не отвечаешь на Божью любовь Да что ты за человек такой? Как можно? Да, и вот мы очень часто Вот эту дуальность, вот эти вещи Мы соединяем в своей жизни, как ни странно И часто христиане, часто церковь является отражением любящего А иногда злого Бога Особенно, когда это касается нас лично Когда в нашей жизни случаются какие-то неурядицы Когда случаются какие-то проблемы Один из самых первых вопросов, который мы задаем Боже, за что? Я слышал, правда, такую историю Если взять одного человека, любого человека Вот из здесь сидящих Просто арестовать Без суда и следствия посадить в тюрьму На 10 лет, то каждый из нас в глубине души будет знать, за что он сидит Вот, поэтому, в принципе, может быть За что? Это такой риторический вопрос в многих случаях Но все равно нам часто непонятны Божьи пути Нам часто непонятны действия Божьи Мы приходим к нему со своими намерениями Со своими планами, со своими желаниями И давайте будем честными Иногда жизнь не такая, как мы того хотим Иногда жизнь для нас намного темнее, чем мы бы хотели Иногда жизнь для нас намного сложнее В ней сложно разобраться В ней намного больше вопросов, чем бы мы хотели Иногда жизнь выглядит намного более одинокой Чем бы мы хотели Если это все происходит в церкви И в тот момент, когда тебе страшно В тот момент, когда ты проходишь через тьму В тот момент, когда у тебя в голове жужжат вопросы без ответа В тот момент, когда ты невероятно одинок Рядом стоят вот эти наглые рожи улыбающихся христиан Которые поклоняются Богу И явно чувствуется какая-то несправедливость Почему Бог любит их? Почему Он не любит вот меня в данный момент? Я уверен, в той или иной форме Наверняка в более мягкой, чем я сейчас сказал Но мы все задавались этим вопросом Вот Боже, я смотрю на этого человека И явно у него жизнь хорошая Почему у меня такая тяжелая жизнь? Почему ты ко мне такой злой и такой добрый к этому человеку? Особенно, если мы смотрим аккаунт этого человека В Фейсбуке или в Инстаграме Там все как минимум занимаются тем, что пьют кофе в хороших местах Путешествуют по интересным странам Общаются с очень красивыми людьми И постоянно покупают себе новую дорогую одежду То есть вот ты посмотришь там Фейсбук или Инстаграм ленту И реально жизнь прекрасна у всех И ты смотришь потом на свою жизнь И думаешь, ну слушай, ну как же так? Господи, ну ты же любишь Я вижу, ты любишь этого человека Еще человек, наверное, христианин Говорит, слава Богу В этом году Бог дал мне поездку на Капри Ух, и ты думаешь такой, Господи Как-то твоя любовь падает неравномерно В Библии написано, да, что свет светит И дождь падает на праведных и на неправедных Но почему-то вот как-то сюда он падает Больше дождя, а вот сюда больше свет Я уверен, что временами любовь Божья не всегда казалась нам чем-то таким однозначным Не всегда нам казались добрыми Божьи дети Иногда небезосновательно И вот сегодня мы попытаемся разобраться в том Что же это за Бог такой, который явил величайшую жертву на кресте Но тем не менее разрешает некоторым людям идти в ад Это Бог, который явил такую огромную любовь Но тем не менее так жестоко покарал грешников Время от времени мы об этом читаем И хотелось бы сказать, это Ветхий Завет Там он был жестоким, в Новом Завете он подобрел Но мы видим и в Новом Завете проявление и Божьей любви и суда Мы видим смерть Анани и Сапфиры Мы видим исцеление одного человека, а другой не исцеляется И в то же самое в Ветхом Завете мы видим невероятную Божью любовь Когда народ израильский отворачивается от Бога И ведет себя как блудница, как проститутка современным языком Но Бог говорит, все равно я тебя люблю, все равно вернись ко мне Разве есть больше любовь, чем это? И вот это вот любовь или гнев? Доброта или злоба Божья? Как нам разобраться в этом? Первое, что мы читаем, это простой однозначный стих Мы как всегда начинаем с простых вещей Бог хочет, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины В другом отрывке мы читаем о том, что Бог любит Бог есть любовь Бог возлюбил мир, потому что отдал Так возлюбил мир, что отдал своего единственного сына Чтобы всякий, кто в него будет верить, не погиб ни в коем случае Но имел жизнь вечную То есть Бог очень сильно любит людей Это истина Бог любит людей настолько, что отдал самое дорогое Он отдал самого себя Бог любит людей настолько, что Он полностью разделил их жизнь Это как если бы я, например, настолько проявлял христианское сострадание какому-то бомжу, что решил бы жить с ним несколько недель, пытаясь уговорить его оставить бомжатское состояние Это сложно, это тяжело, это неприятно Бог пошел на вещи намного больше этого Бог любит людей, потому что Он исцеляет их Бог любит людей, потому что Он им говорит свою правду Бог любит людей, потому что в Его присутствии слепые прозревали Несчастные люди делались счастливыми Люди, которые потеряли всякую надежду, были одиноки, находили семью в церкви То есть Бог делает эти вещи Бог однозначно любит людей И Бог желает, чтобы все люди спаслись, то есть чтобы все люди имели с Ним общение в вечности Но при этом, при этом, все, как всегда, не совсем так просто Для того, чтобы, может быть, немножко рассказать словами более умных и талантливых людей то, что я вам хочу сегодня сказать Я обратился к своему любимому автору Клайву Льюису У него есть книга очень интересная, которая называется в нашем переводе «Кружной путь» или «Блуждание паломника» Есть популярная христианская книга, называется «Путешествие пилигрима» Кто-то читал ее? Есть такие люди, пару человек хотя бы, да? Она в английском переводе называется «Pilgrim's Progress», то есть как бы прогресс пилигрима Вот Клайв Льюис на английском свою книгу назвал «Pilgrim's Regress», то есть регресс пилигрима В переводе сделали «Кружной путь», не передали всю эту иронию Но тем не менее там в этой книге рассказывается история мальчика по имени Джон И вот она написана в форме аллегории такой, но я немножко постараюсь как бы заменить аналогии на реалии И звучит следующим образом вот история этого мальчика Джона Он был еще маленьким, он рос в христианской семье как бы И однажды непогожим утром Джону велели одеться во все новое Одежды были удивительно некрасивы, но это бы ничего, только очень жало подмышками Родители повели его по дороге, крепко держа за руки, что было и неудобно, и не нужно И сказали, что они идут в церковь Священник жил в большом мрачном доме у самой дороги Мать и отец зашли к нему первыми, а Джон ждал в передней На таком высоком стуле, что ноги его болтались в воздухе Как этот, наверное Были здесь и стулья пониже Но отец сказал, что садиться на них нельзя Иначе священник рассердится Джону становилось страшно И он сидел болтая ногами А куртка жала все больше, пока через несколько часов родители не вышли с таким видом Словно побывали у доктора Тогда к священнику пришел Джон И увидел немолодого человека с красным круглым лицом Который был к нему ласков, непрестанно шутил Так что страх исчез И они поговорили про удочки, велосипеды Но вдруг на полусловие Священник поднялся, откаслялся, снял со стены маску с длинной бородой Надел и стал очень жутким Теперь, сказал он, мы с тобой поговорим про хозяина Я буду заменять про Бога Ему принадлежит наша страна И по своей великой, да, именно великой милости он позволяет нам жить здесь Слова по великой милости управитель или священник повторял так часто и протяжно Что Джон рассмеялся бы Если бы тот не снял с гвоздя большой лист бумаги, исписанный сверху донизу И сказал, все это Бог запретил нам Прочитай-ка Джон взял список Но о половине запрещенных действий он никогда не слышал А другие совершал каждый день и представить себе не мог, как их избежать Всего же правил было столько, что их не упомнишь Надеюсь, спросил священник, ты еще не нарушил ни одного? Сердце у Джона сильно забилось И он бы спятил от страха Но священник снял маску и сказал А ты солги, солги, всем станет легче И снова мгновение ока ее надел И Джон поспешил ответить, конечно нет И ему показалось, что глаз в прорези маски подмигивает ему Смотри, сказал священник А то Бог бросит тебя навеки в черную яму, где кишат змеи Кроме того, он так милостив, так бесконечно милостив Что тебе самому больно его огорчать О, конечно, сэр, скричал Джон Только скажите, пожалуйста Да, откликнулся священник А если я нарушу одно, ну, случайно правило Неужели прямо в яму? Так, протянул священник И опустился в кресло И говорил долго-долго, но Джон ничего не понял Правда, под конец выяснилось Что Бог очень добрый И мучает своих подданных за малейшую ошибку Вот такая вот история происходила в голове мальчика Джона Там он, в принципе, потом в конце концов разобрался Он нашел одну старушку Которую, не буду говорить Кто, прочитайте эту книгу И вы узнаете, чем закончился его путь Но, тем не менее, вот эта история Добрый Бог, который мучит людей за малейшее прегрешение Добрый Бог, который позволяет детям страдать Добрый Бог, который отправляет людей в ад Как-то эти вещи не вяжутся Я помню, в Британии была какая-то передача, интервью Где интервьюер задавал вопросы Потом российский журналист Познер, он взял этот формат И там вот было несколько вопросов Блиц, на которые нужно дать простой ответ И вот последним вопросом было Если бы вы вдруг оказались перед Богом Что бы вы ему сказали? И там есть разные ответы Кто-то сказал, господи, ну прости Кто-то бы там пошутил Кто-то, да, в зависимости от человека И вот был один известный атеист британский Как только он услышал этот вопрос У него прям пена начала брызгать изо рта И он начал Я бы ему сказал Ты негодяй, ты подлез Да как ты вообще смеешь Ты посмотри, что ты делаешь В Африке там дети умирают Там какие-то червячки залазят в ноги Ты, ты, да ты негодяй Ты подлез Тебе там место Его так понесло Атеист Вы же помните? Атеист А Атеист отрицания Бога нет С кем он разговаривал? Да Такой был всплеск эмоций И претензии Этот ведущий такой Это был, наверное, самый подробный ответ Который мы услышали на эту тему Вот Но это очень интересная штука Потому что Потому что действительно Есть какие-то в Библии неувязки Например, как вот это Длинный отрывок Матфея 25 глава Я не уверен, что весь его нужно читать Но здесь мы видим, что Бог разделяет людей на две категории Одних Он ставит по правую руку Других ставит по левую руку И одним говорит Идите в мой покой Да Придите, наследуйте царство Отца Моего Которое вам уготовано от создания мира От создания мира Да, еще ничего нету Бог говорит Вот для вас приготовлено царство А потом говорит другим А вы идите от Меня, проклятые, в огонь вечный Уготованные дьяволу и ангелам его Тоже От начала миров, наверное То есть очевидно мы видим, что Божья любовь Она, наверное, как-то избирательна Одним людям Он говорит Давайте ко мне Другим людям Он говорит В ад По какому критерию Он их разделяет? Там Матфей немножко рассказывает Но тем не менее, это интересная штука Часто мы как христиане, мы думаем Ну, я по-любому на небо, а ты не христианин А что значит не христианин? Ты не ходишь в нашу церковь Вот если ты не ходишь в нашу церковь, ты по-любому в ад Ну, ты козел, а козлов в ад А мы, вот Божьи овечки, у нас чистые сердечки Вот, и мы, естественно, попадем на небо Кто-то наоборот Бывает, я встречал людей, христиан, которые В минуты депрессии, в минуты отчаяния Они рассуждали примерно так По-любому, Бог не уготовил для меня царство Бог меня определил в ад Потому что, вот, тому человеку хорошо, у того все получается Я пытаюсь, я молюсь, у меня ничего не выходит Однозначно, наверное, для меня уготовано место похуже И я думаю, время от времени подобные мысли многих из нас посещали Когда тебе плохо, и ты начинаешь думать Наверное, все-таки я закончу жизнь в аду Ну, если бы Бог меня любил, все было бы хорошо Или наоборот, вот бывает такой человек, он реально такой злой, противный И ты понимаешь, ну, ему самое место в аду Но он член твоей церкви И как бы он уже застрахован, и ты думаешь Ну, Боже, ну, как же так? Вот этот атеист, такой хороший, добрый человек А вот этот член моей церкви, он явно по определению, вот, ну, козел Почему этот идет на небо, а этот идет в ад? Боже, ну, как бы, почему ты вот этого не любишь, а этого ты любишь? И вопрос, которым я хотел бы сегодня вот обозначить Центральную часть нашей темы Как же любящий Бог может посылать людей в ад? Как так получается? Потому что на самом деле ад это очень плохое место И Бог говорит им, идите туда Тема любви Любящий Бог, который посылает людей в ад Когда-то я на форуме общался с одним атеистом Была у меня, по-моему, такая странная идея Я почему-то думал, что общение на форуме способно привести людей к вере во Христа Ну, тем не менее, вот, там, обменивались мы разными вещами И в какой-то момент этот атеист, он высказался примерно следующим образом Он говорит, ваш Бог моральный урод и садист Ну, подумайте сами Вот, меня заставляют полюбить кого-то, кто мне не нравится То есть, ему Бог, очевидно, не нравился Сама идея Бога ему не нравилась И вот он говорит, он говорит, вот, я есть любовь, любите меня А если я его не буду любить, то меня подвергнут самому страшному наказанию Что это за ерунда? Ваш Бог реально садист Вот он говорит мне, делай то, что я говорю Люби меня Поклоняйся мне, говори мне комплименты А если нет, я тебя накажу просто на всю вечность Согласитесь, как-то звучит это не очень хорошо Если бы мы рассуждали о человеке с подобным отношением к нам Мы бы очень четко вынесли этому человеку определение и приговор Вы представляете? То есть, если я буду к вам постоянно говорить Вот, любишь меня? Такой, нет На Следующий раз, давай еще раз попробуем Ну что, любишь меня? Нет Получи А сейчас? Ну, а сейчас уже, наверное, да То есть, это реально Ну, смешно я так рассказал, да Но есть такие люди, которые реально совершают насилие Которые творят страшные вещи Они руководствуются так Либо ты будешь меня любить Либо ты будешь угождать всем моим желаниям Либо твоя жизнь превратится в ад И вот Бог У некоторых людей ассоциируется именно с такими людьми Почему? Потому что Бог же любящий? Да Но если ты не любишь его ответ Черная яма со змеями И вот получается странная история Как же так? Бог любящий? Или Бог все-таки злой? И давайте будем честными Я понимаю, сейчас кто-то там боится даже себе в этом признаться Молния с неба, скорее всего, не ударит Иногда мы думаем, что Бог злой Я не знаю, кто-то рискнет поднять руку или нет Но я почти уверен Каждый из нас Время от времени задается вопросом Боже, почему вот твоя любовь капает туда А ко мне ты настолько Ну, как минимум, несправедлив Но иногда мы чувствуем то, что Бог действительно злой Это в разных вещах проявляется Как минимум, иногда мы чувствуем, что Бог меня не любит И мы боимся ему сказать, Боже, ты меня не любишь Потому что, ну, это же его обидит А значит, он меня точно пошлет в ад И это ужасное мучение В Библии написаны такие слова Что любовь приносит свободу А в страхе есть мучение А вот в любви нет страха С другой стороны, мы читаем о Божьем страхе И вот ты думаешь, этого Бога стоит бояться Или нет? Вот живет себе какой-то человек Бога не знает Творит всякие гадости И у него в жизни вроде все нормально А я по глупости своей открыл Библию И прочитал там, не кради А я краду, как бы, ну так получается И мне, или мне хочется там иногда украсить Или ладно, не лжесвидетельствуй И мне время от времени хочется Что-то там приукрасить свою жизнь Поговорить какие-то глупости Там фильтры наложить на фотографии в фейсбуке Чтобы они были более привлекательными Не лжесвидетельствуй Я постоянно чувствую себя виноватым Я думаю, Боже, ну зачем я об этом узнал? Ну вот, ходит себе человек, ничего не знает У него в жизни все хорошо А я тут друг увидел И моя жизнь исполнена страхом А вдруг Бог меня накажет И опять же, интересная штука Многие христиане, кстати, и не христиане тоже Когда в их жизни происходит беда Они очень часто делают вывод Бог меня наказал И очень часто не знают, за что наказал даже Ну, по-любому Бог наказал Я помню, такая была шуточная история Когда мы с парой братьев Такие, знаете, как кто-то мне говорил Да, вот, человек вышел из Египта Но Египет еще не вышел из него Они были гопниками Такой старой доброй закалки Ну, уверовали во Христа Но как бы манера Совершать телодвижение Там, выдавать какие-то фразы Она у них еще сохранилась От прежней жизни Вот И мы были там на какой-то христианской встрече И вот комендант этого здания Или вахтерша, я не знаю Делал им какое-то замечание И вот один из них И так пару раз ответил Там, ну, в такой своей типичной манере Как там они умеют прогружать людей Вот И это была зима Мы вышли из этого помещения И вот только мы выходим Там такой кусочек льда Мы все обходим И этот последний, который Вахтерши говорил Просто только Ба-бах Поскользнулся и упал И его брат, коллега Поворачивается к нему И говорит Ну, видишь Ну, ты явно Ты был грубоват с этой теткой Вот Бог тебе дает сигнал Вот И это как-то, ну Бог такой, он знает Что постоянно раздает Какие-то подсотыльники Пинки Как же так Бог есть любовь И вот мы попытаемся Это понять Бог говорит сам о себе Я есть любовь И Если говорить коротко Что такое любовь Это отношение внутри Троицы Вот видите То, что нарисовал так красиво автор Мне нравится выражение Хоровод Божьей любви Когда отец любит сына Разделяет эту любовь С Духом Святым Сын любит отца В ответ И сообщает эту любовь Духу Дух любит отца и сына И представляет общение Любви между ними И вот это вот Когда каждая Из лиц Троицы Отдает себя полностью Без остатка И точно так же С радостью принимает Полностью Отданного Другого В этом есть огромная радость В этом есть огромное наслаждение И это само Бытие Божье От вечности Это то, что Бог говорит Я есть любовь Он не говорит Я был любовь Он не говорит Я стану любовью Он не говорит Я иногда любовь Я есть любовь Я это вечная Самоотдача И радостное Принятие в этом Хороводе В этом общении Любви И далее Бог говорит Эту любовь Я хочу разделить Человеком Более того Я создал человека Для того, чтобы он имел Общение любви со мной До того, как Бог создал Человека Другого общения Кроме как общения Любви в Боге Не существовало И Бог говорит Я создаю разумное существо Которое теперь Станет частью этого общения Станет частью Этого хоровода любви Он не просто в нем Не потеряется Не расставится Он сохранит свой разум Он сохранит свое понимание И он будет точно так же радостно принимать то, что я хочу ему дать. И он будет радостно отдавать мне самого себя. И вот для этого общения человек был создан. И это остается целью Божьей для каждого человека даже сейчас. Но здесь вот интересная штука происходит. Бог, желая подарить человеку самого себя, величайший дар, который мы можем представить, вот это вот общение любви, которое есть между Отцом, Сыном и Духом Святым в Троице, он же хочет, чтобы человек этот дар принял. А принять этот дар может только свободный человек. Понимаете, о чем я говорю? Я могу, даже я могу, пускай простят меня мои друзья-этишники, написать простую программку, которая будет в ответ на определенный запрос, допустим, будет вводиться слово «дар», и она будет выдавать слово «спасибо». Дар – спасибо. Дар – спасибо. И вот я вот с компьютером общаюсь, я ему набираю это слово, и компьютер мне говорит «спасибо». Супер! Самое благодарное существо на свете. Но действительно ли это благодарность? Он запрограммирован, он не свободен, он не может выдать ничего другого. Или наоборот, я хочу запрограммировать злой компьютер. Я ему такой «дар», он такой «пошел вон», «дар», «пошел вон». Или можно сделать, ну, какой-то генератор случайных чисел, когда один раз он тебе будет говорить «спасибо», один раз говорит «пошел вон». Но мы понимаем, что компьютер не решает, когда сказать то или другое, это просто программа. И действительно подарить что-то этому компьютеру этой программе невозможно. Почему? Потому что программа не имеет свободы выбора. Принять дар может только свободный. И поэтому Бог создал человека свободным. Он не заставил его, просто вот, будешь частью этого общения, вот все, у тебя нет никакого выбора. И в этом смысле свобода, так же, свобода человека, так же, как и Божья любовь, это тоже один из величайших даров. Божья любовь и свобода человека. Принять эту любовь или не принять? Потому что действительно свободный, он может сказать «да», а может сказать «нет». Если бы Бог заставил, действительно, или заставлял всех людей полюбить себя, это значило, что он бы отобрал у человека свободу. То есть лишил его самого величайшего дара. Никто из нас не согласился быть бы компьютером, лишиться разума, лишиться способности ценить красоту, лишиться способности выбора. Потому что получается вот такая парадоксальная ситуация. Если Бог лишит человека свободы, для того, чтобы тот всегда выбирал его величайший дар любви, он тем самым лишает его величайшего дара свободы, он его, по сути, расчеловечивает. Вот ты человек, ты можешь меня любить, а можешь не любить. А теперь ты будешь меня всегда любить, и от этого ты перестал быть человеком. И это ужасно. Дать возможность свободно выбирать, то есть принять или не принять любовь к Божью, это означает дать человеку возможность и отказаться от любви, для которой человек был создан. То есть человек добровольно может отказаться от своего человеческого предназначения и сказать, нет, я тебя не люблю. Нет, я не приму твою любовь. Нет, я не хочу быть частью этого вечного круговорота посвящения и радостного принятия. Я хочу быть сам по себе. И в принципе человек это и сделал. Сказал, я буду сам себе Богом. Я сам буду выстраивать свое общение. Я сам буду определять, кто будет питать мою жизнь и кому я буду свою жизнь отдавать, с кем я буду разделять. Но если бы Бог забрал у человека возможность сказать нет, человек лишился бы возможности сказать да самому великому дару Бога, его любви. И представляете, каким образом это было бы с точки зрения Бога. То есть я его создал для того, чтобы он мог принять самое лучшее, самое ценное, что у меня есть, а потом забрал у него эту возможность. Вот это действительно было бы бесчеловечно, это действительно было бы ужасно. Но вот здесь вот получается такая интересная штука, что некоторые люди отказываются принимать любовь Божью в свою жизнь. Сознательно говорят нет, как например люди, которые сделали там сознательный, интеллектуальный выбор в пользу атеизма. Или какими-то своими делами, отношением к жизни, восприятием жизни. Они говорят нет. Представьте себе роскошный накрытый стол, для которого ты можешь просто подойти, взять и кушать все, что ты хочешь. Но по какой-то причине ты говоришь нет, я стесняюсь. Или по какой-то причине нет, я гордый. Как это так бесплатно, что за подачки? Я пойду сейчас заработаю, и я смогу купить все, что есть на этом столе. Кто-то просто даже не знает о том, что этот стол существует. И он уверен, что на столах всегда лежат только заплесневелые какие-то корки хлеба, и к любому столу подходить вообще нельзя, потому что это ужасное место, там мыши, тараканы и так далее. Самые разные можно придумать аналогии. Но тем не менее, тем не менее, есть люди, которые сознательно отвергли Божью любовь словом, действием, мыслям и так далее. Если люди делают это постоянно, помните, мы говорили о том, что человек был создан для отношения любви с Богом, и только эта любовь может действительно наполнить его жизнь. Представляете, у тебя есть какая-то емкость внутри тебя, которая должна быть наполнена Божьей любовью, но ты ее не принимаешь, не хочу. Вот лежит вкусная еда, ты говоришь нет, а чувство голода не уходит. Тебе нужно чем-то есть, да? И ты начинаешь есть какие-то малоподходящие вещи. Начинаешь есть там какие-то гнилые овощи, начинаешь есть своего соседа. В конце концов, начинаешь съедать самого себя. А потом вдруг бах, и этот период твоей жизни заканчивается. И нету больше ни тела, нету больше ни еды, нету соседей рядом, которых можно морально поглощать, а чувство голода осталось. И оно есть сегодня, оно есть завтра, оно есть на следующий день, оно есть. И ты ничего с этим не можешь поделать. А рядом есть люди, которые голода не испытывают. Это ли не мучение? То же самое с Божьей любовью. Что такое, по большому счету, ад? Ад это не наказание. Вот здесь вот интересная штука. Многие христиане, я считаю, неправильно преподносят эту идею. Многие люди неправильно понимают. Бог никого не наказывает адом. Ад это следствие добровольного отказа от любви Божьей, которое явлено этому человеку. Кому-то явлено много, кому-то явлено очень мало. Но человек делает выбор от Бога, в сторону от Бога. И в конце концов, этот выбор определяет его жизнь. То есть, если ты постоянно делаешь одно и то же, одно и то же, в конце концов, это определяет твою судьбу. И ты для себя избираешь судьбу. Я не хочу иметь ничего общего с Богом. Но нужда по Богу в твоей жизни остается. Потому что для общения любви с Богом ты был создан. Ты никуда не можешь ее деть. Здесь, на земле, ты можешь ее заглушить. Какими-то удовольствиями, какими-то препаратами. Может быть, ты будешь морально выдавливать других людей, для того, чтобы чувствовать себя хорошо. А потом это все заканчивается. А чувство остается. И другая штука такая. Куда пойду от Духа твоего, говорит Псалмопевец. Куда от лица твоего убегу. Взойду на небо, ты там. Взойду в преисподнюю, и там ты. Проблема в том, что Бога можно не впускать в свою жизнь. Но скрыться от Него невозможно. И представляете, теперь вечное пребывание в Божьем присутствии. Потому что Бог везде. Рядом с любящим Богом. Рядом с вот этим вот круговоротом любви, в котором радость, жизнь, красота, мир, свет. Вот все, что мы можем представить. А внутри тебя этого нету. Более того, ты понимаешь, я решил, что этого там не будет. А оно вот здесь вот маячит. Не будет этого там, я сказал. А оно маячит. Не впущу. Самодостаточно. А оно маячит. Никуда ты поворачиваешься, никуда нельзя от этого деться. Почему написано в аду? Плачь и скрежешь зубов. Потому что люди гневаются на Бога, не желая принять Его. Но они не могут отрицать объективного факта Его благости. И поэтому они плачут, потому что им нужен Бог. Но они скрежещут зубами, потому что они не хотят Его впустить. Бог их отправил на это. Нет. Это добровольный отказ людей принять в свою жизнь то, для чего они были созданы. Бог есть любовь. Его вечное общение любви – это тот дар, который Он дарует каждому человеку. Отказ от этого дара есть величайшее зло, есть величайшее опустошение, есть величайшая потеря своей человечности, которую мы можем только представить. И в христианской терминологии, в богословии мы называем это словом «ад». Вот что есть ад. Бог не злой, направляющий людей туда. Бог добр и являет нам себя самыми разными путями и способами. Но наше нежелание принять Божью любовь часто превращает нашу жизнь в ад уже здесь, на земле. Мы тщетно пытаемся этот ад вылечить другими вещами. Мы ищем любовь в других людях. Иногда мы делаем это странными вещами, странными способами. Иногда мы пытаемся вызвать у противоположного пола сексуальное влечение. Иногда мы пытаемся произвести на них впечатление своим интеллектом. Иногда мы пытаемся купить любовь деньгами. Иногда мы пытаемся просто угождать всем, чтобы человек не оставил меня, чтобы я не остался один. И самые разные способы. Но это все равно никак не может заглушить ту любовь, которая есть внутри нас. Единственный ответ на это – любовь Божья. Вечное общение Божьей любви, которая есть в Отце, Сыне и Святом Духе. Непринятие его обрекает нас на мучения уже здесь. Если мы последовательно не принимаем в свою жизнь любовь Божью, то это мучение длится последовательно долго. Бог не злой, Бог есть любовь. Но отказ любви – это есть величайшее зло, которое мы впускаем в свою жизнь, не впуская туда Бога. Теперь главный вопрос вечера – и что? Мы узнали интересную теорию о хороводе Божьей любви. Мы узнали, может быть, новую какую-то интерпретацию, что такое ад. Что нам теперь с этим всем делать? Самое внимание, пару простых советов. Итак, первая мысль, которую я хотел бы сегодня озвучить – Бог не заставляет никого любить себя. Это есть проявление Его любви, это проявление Его доброты, это проявление Его благости. Потому что я могу с этим сделать? Пару вещей. Первое – я могу просто принять эту любовь. Бог не заставляет, Он не пытается меня убедить, Он не пытается мне доказать, ну, пожалуйста, полюби меня, пожалуйста, спой мне песню, поклонись мне, потому что я чувствую себя унылым и одиноким. Если ты мне не будешь поклоняться, у меня развьется комплекс какой-то, самооценка упадет. Нет, Бог никого не заставляет. Он наслаждается этим общением любви, которая есть в нем от вечности. Что я могу сделать в ответ на то, что Бог не заставляет меня любить себя? Просто принять эту любовь и полюбить Его. Вот так вот просто. Просто примить Божью любовь. Второй момент. Если Бог – самая величественная личность, которую мы можем представить, самое достойное поклонение, обожание, превозношение, любви, самопожертвование, всего-всего-всего-всего, не заставляет нас полюбить Его, так как же мы заставляем других людей полюбить себя? Пытаемся приобрести их любовь, пытаемся приобрести их дружбу. Вторая мысль. Не нужно заставлять других полюбить себя. И как с этим жить? Ответ в первой мысли – просто прими Божью любовь. Прими Божью любовь. Не заставляй других полюбить себя. Следующий момент. Божья сущность, то, что Он сказал о себе, Бог есть любовь. И Его любовь – это неразделимые вещи. Не то, что вот Он есть Бог, и вот есть то, что Он любит. Он есть любовь. И то, что Он любит – это проявление Его самого. Если вдруг Бог перестанет любить, Он перестанет быть Богом, потому что Бог есть любовь. Какие выводы? Божья любовь не предполагает компромисса в вопросе того, кто Он есть. То есть Бог не пытается играть с нами в игры. Пытается быть для нас кем-то, кем Он не есть. Он – это Он. И Он любит нас, будучи таким, какой Он есть. Не пытаясь ни притворяться, ничего другого. И отсюда вывод. Нам, как христианам, возвещающим любовь Божью, не нужно припудривать Бога. Иногда мы боимся возвещать людям Божью правду и истину Евангелия, потому что мы боимся их обидеть. Потому что некоторым людям, которые его не знают, Бог говорит – покайся. Но покайся – это грубо. Поэтому говорят, слушай, ну Бог тебя любит. И, может быть, чуть-чуть покайся. Ну, как бы. Нам не нужно припудривать Бога. Нам не нужно сделать из Него такого, знаете, какого «Sugar Daddy». Я не знаю, как это перевести, да. Вот не надо из Него делать вот это вот ванильное сопли в сахаре. Божья красота не в том, что Он прям такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы видим Его сильным. Он сравнивается с потоком, с ветром. С веянием тихого ветра. С разными. Но Божья любовь, Его красота, Его сила, величие – это неотделимая вещь. И нам не нужно Бога припудривать. Знаете, почему? Потому что Бог, во-первых, не переживает о своей репутации. А во-вторых, Он сам о своей репутации может позаботиться. Я замечал за собой иногда, я думаю, что я вижу, человек нуждается в понимании того, что он в грехе. Я помню, я стеснялся некоторым людям говорить вообще о грехе как таковом, потому что оно это их обидит. Я думаю, вот сейчас я человеку этому скажу, что Бог ожидает от него каких-то изменений. Человек вообще отвернется от Бога, уйдет из церкви, я буду виноват. Нет, конечно, есть другая крайность, только об этом и говорить людям. Но в целом нам не нужно комплексовать, возвещая истину, потому что вдруг Бог будет как-то выглядеть плохо. Бог в состоянии позаботиться о своей репутации. Бог в состоянии защитить свою честь. И Бог, в принципе, не переживает из-за того, что о нем кто-то подумает. Поэтому, друзья, давайте возвещать истину людям. Не просто говорить, ну, Бог тебя любит, живи как хочешь, делай что хочешь. Давайте говорить людям истину. И то, что мы сегодня говорили о такой страшной вещи, как ад, результат выбора человеческих действий, людям необходимо это знать. Не нужно пытаться быть более человеколюбивым, чем Христос. Вот такая вот странная штука. Мы иногда готовы терпеть любое беззаконие. Но Бог прощает, Бог любит, Бог покрывает. Христос, несомненно, принимал грешников. При этом Он обличал и не принимал грех. Бог любит человека, но грех становится между человеком и Богом. И ради любви Божьей к этому человеку, ради любви нашей к этому человеку, мы должны говорить о том, убери грех из своей жизни. Он мешает Богу раскрыть свою любовь для тебя во всей полноте. И последнее, не то, что касается нашей проповеди, не то, что касается нашего служения. Если Бог не разделяет свою сущность и любовь, и не идет ни на какой компромисс, нам не нужно пытаться приобрести любовь других людей ценой потери самого себя. Вывод очень простой. Молодые люди, девушки, парни, ищите себе пару среди Божьего народа. Если Бог занимает важное место в вашей жизни, человек, который не знает Бога, он приведет к тому, что это место потеряется. Говорите ему о любви Божьей и мотивируйте его, как бы, равняться на этот стандарт любви, если он вам действительно интересен или она вам интересна. Не нужно выделять часть себя для того, чтобы приобрести любовь. В результате вы оба будете несчастны. Не нужно пытаться приобрести дружбу ценой потери самого себя. Бог не отделяет любовь от своей личности. Нам не нужно делать то же самое. Не нужно пытаться лицемерить, играть в какие-то игры. Я не говорю о том, что быть самим собой, это означает, там, все, короче, я такой нахал, так, ты туда, ты сюда. Нет, это не быть самим собой, это тоже защитная реакция. Ну, не нужно бояться Божьей любви и Божьей красоты, когда мы устраиваем отношения. В отношениях сотрудничества, всякое сотрудничество, которое основано на извращении себя, оно не будет успешным. Рано или поздно обман вскроется. Поэтому я вам говорю, Бог не отделяет свою сущность от своей любви. Мы, люди, наполненные им, знающие Его, не отказывайтесь от части себя ради тех отношений, какие бы там ни были, любовь, дружба, сотрудничество, еще что-то. Потери всегда будут больше. Не нужно стесняться той любви, которую Бог дает нам. И делать вид, что ее нету в нашей жизни для того, чтобы не потерять человека, который рядом. Я сейчас говорю уже, наверное, как старик, но я заметил такую странную вещь. Очень многие молодые люди сегодня, они панически верующие, панически боятся одиночества. И потому что они боятся этого одиночества, они готовы вступать в отношения, там, girlfriend, boyfriend с такими людьми, которые, ну, при других обстоятельствах на них бы никто и не посмотрел. И они держатся за это отношение, потому что, ой-ой-ой, я боюсь остаться один или остаться одна. Это реальный страх, страх одиночества. Возвращаемся к первой мысли. Просто прими любовь Божью. Не разменивай свою жизнь, не опустошай себя ради того, что все равно не устоит. Потому что никакая подлинная любовь, она не стоит потери части себя. Даже Бог об этом не говорит. То есть, если вот такой высокий стандарт любви не требует от нас отказаться от какой-то части своей человечности, то если отношение требует от нас отложить какую-то важную часть себя, это какие-то больные сценаристы сериалов написали. Это неправда. Это не есть Божья правда. Божьей любви достаточно для того, чтобы дать все необходимое достоинство и ценность, для того, чтобы, ну, не разменивать это на пустяки. Еще один момент. Любовь Божья – это не отношение. Любовь Божья – это отношение, не ощущение, это живые отношения с Ним. Мы иногда думаем о Божьей любви как о каком-то таком переживании. И вот, ох, мурашки пошли по коже там, да, я молился, и в этот момент как-то так мне стало приятно. Супер! Этому есть место. Но давайте подумаем об отношениях с любимым человеком. Когда при виде этого человека у тебя тоже возникают определенные мурашки. Но это же не потому, что мурашки цены сами по себе, а потому, что рядом появился тот, кто понимает тебя лучше других. Рядом появился тот, кто готов терпеть твои недостатки, помогая тебе стать лучше. Рядом появился тот, кто дарит тебе себя и с радостью принимает то, что ты можешь дать ему в ответ. Поэтому у тебя мурашки. Сами по себе мурашки это чепуха. Если я подойду просто и сзади немножко поду, у тебя на затылок, у тебя появятся мурашки. Но это же не есть действие Божьей любви. Подлинная Божья любовь это не просто ощущение, это отношение с Ним. Ну и последний момент тогда. Как же нам возрастать в этой любви? Первое. К тому же возвращаемся. Друзья, давайте вместе, давайте по отдельности учиться заполнять нашу внутреннюю пустоту им. Не друг другом даже. Не едой, не питьем, не трудоголизмом, не хронической депрессией, не знаю, не сериалом, не чем-то еще. Но заполнять свою внутреннюю пустоту им. Я не говорю, что сериалы там или трудоголизм это прям совсем уже плохо. Нормально. Депрессия намного хуже. Но все равно, первое, давайте учиться заполнять свою внутреннюю пустоту им. Просто потому, что ничего больше это не заполнит. Если у тебя там бездонная бочка, ну какая разница, ты валешь туда кружку или полторы кружки воды. Туда нужен поток. Туда нужен бесконечный водопад, который заполнит эту бездонную пропасть. Второй момент. Ты был создан для Божьей любви. Каждый. Ты был создан, ты была создана, вы были созданы, мы были созданы, я был создан. И Божья любовь, друзья, это источник моего призвания. Это источник твоего призвания. Это источник призвания всех нас. Мы были созданы для того, чтобы осуществить определенную цель в этой жизни. И осуществить эту цель мы можем только силою Божьей любви, ничем больше. И когда я говорю о призвании, я не имею ввиду только церковное служение. Здесь, может быть, на сцене. Я говорю о призвании, то есть что-то поменять в этой жизни, сделать этот мир лучше. Я не знаю, как угодно вы это назовите. Источник этого всего в Божьей любви. Любовь Божья – это источник твоего жизненного призвания. Если ты хочешь возрастать в своей любви, возрастай в своем призвании. Переведу на совсем простой язык. Не занимайся ерундой. Займись тем, что тебе дает Бог. И ты возрастешь в Божьей любви. Ее у тебя в жизни будет больше. Это не то, что ты там будешь, вот я буду делать, Господи, то, что ты от меня хочешь. Это меня люби. Нет. Когда ты находишь то, для чего ты создан, то, для чего ты призван, и потоки любви открываются настолько, что ты не о себе переживаешь, ты думаешь, куда бы ее дать. Почему люди, которые нашли себя в каком-то деле, почему они постоянно наполнены, когда занимаются любимой работой? Это вот маленькая тень того, о чем я говорю. Человек счастливый, когда он занимается своим делом. Потому что в этот момент он где-то переживает Бога. Потому что ничто другое не может дать ему силы заниматься тем, для чего он был создан, кроме того, кто его создал. То есть Бог. И той силой, которой он был создан, то есть любви Божьей. Поэтому хочешь возрастать в любви, возрастай в своем призвании. И следующий момент. Развивай отношения с теми людьми, которые уже вступили в этот хоровод Божьей любви. Помните эту картинку? Хоровод он большой, он постоянно расширяется. И вот может быть вы были на каком-то празднике, где люди водят хороводы, и стоит толпа зевак. И потом они смотрят. Кто-то смотрит, так, что это за ерунда. Кто-то наоборот смотрит и думает, здорово им, как им весело. А у меня такие проблемы тут. И потом эти танцоры, они начинают подбегать и затягивать людей в этот хоровод. Самая страшная штука. Замечали там на каких-то свадьбах, еще где-то. И все сразу такие, ой, да не, я не хочу, я не хочу. И вот они тебя тянут и начинают в этом хороводе кружить. И если ты туда попадаешь, через какой-то момент, ну, перестаешь думать о своих проблемах. Ты перестаешь думать о том, что ты стеснялся. Ты вместе с ними просто там танцуешь, кружишься, радуешься. То есть ты становишься частью вот этого веселого, радостного круговорота. Ну, такое сравнение, ну, я понимаю, может быть, не самое лучшее. Но тем не менее, тем не менее, Церковь Божия, это вот такой, одно, один из кругов этого круговорота любви здесь на земле. Если мы уходим от этого круговорота, то наша жизнь, она превращается в один из кругов ада. Если мы лишаем себя общения с людьми, которые испытывают эту Божью любовь, это всегда для нас плохо. Если мы лишаем себя призвания, это всегда для нас плохо. Если мы отказываемся от Божьей любви, это всегда для нас плохо. Поэтому учись заполнять свою внутреннюю пустоту им. Помни о том, что ты был создан, что-то изменить в этом мире, и сила, которую ты можешь сделать, это Божья любовь. Поэтому, возрастая в своем призвании, ты будешь возрастать в любви Божьей. И, наконец, будь частью этого великого хоровода Божьей любви, Божьей радости. И радуйся тому, что ты там. Ввлекай туда других. Чем больше радостных людей. Вот если вы замечали, когда-то на каких-то там празднованиях, когда вот эти хороводы, они становятся настолько массовыми, в какой-то момент люди начинают стесняться, что они не часть этого. И они хотят присоединиться туда. Любовь Божья способна начать вот такое вот движение среди нас. И лучше ничего я представить не могу. Почему? Потому что лучше ничего и нет. И вы, как вы ни пытаетесь, пускай ваше воображение там в тысячу раз лучше, мы бы все равно лучше ничего не представить. Поэтому вывод какой? Бог есть любовь. Прими это, радуйся этим, живи этим. Ты человек, ты свободен. Принять Бога или не принять. Не отвергай его. Расти в нем, развивайся в нем. У тебя есть свобода, но именно в этом красота. Не поворачивай свою жизнь от Бога, потому что тогда твоя жизнь будет наполнена вот этого зла, злобы, злости. Открой свою жизнь для Него, насколько это возможно. И я хотел бы в завершении попросить нас всех помолиться сейчас. Я предлагаю это сделать так. Друг другу там повернитесь в группки 3-4, может быть, человека, как вам удобно. И одновременно, вот пускай если у вас будет там 3 человека в этом хороводе, вот допустим, вот так вот, повернитесь к тому, кто справа, и вот одновременно, да, ты повернитесь к тому, кто тебя справа, ты к тому, кто тебя справа. Помолитесь вот эти три вещи о том человеке, который будет там справа от вас. Или слева там, как вам удобнее. Первое. Помолитесь, чтобы этот человек смог принимать Божью любовь. У нас у всех есть препятствия. У меня иногда вот здесь вот препятствия. Иногда вот здесь препятствия. Иногда просто там тело болит, ничего не хочется. У нас у всех есть препятствия для принятия Божьей любви. Помолитесь, чтобы человек, который рядом с вами, пускай он прямо сейчас мог ее принимать. Второй момент. Помолитесь и благословите этого человека, чтобы он возрастал в понимании своего призвания. И третье, помолитесь за этого человека, чтобы он верно представлял Бога и возвещал Евангелие, не путая силу Божью с ужасом, не стараясь его припудрить, в то же самое время не проповедуй какого-то жестокого небесного тирана, но являя всю его любовь и красоту. Вот эти три вещи. Прямо сейчас разбейтесь на этой группе, если можно. Помолитесь о принятии Божьей любви, о возрастании в понимании призвания и способности верно являть Бога и Его Евангелие. И потом присоединяйтесь к тому радостному общению, любви, которая есть здесь на этой сцене. Продолжение следует...